Это у нас контроллер. У нас здесь на контроллере 6 фетов. Я думаю, что это и так все знают. Они охлаждаются на корпус. Пообесточили. И тут надо не забыть, что вот здесь у нас провода идут еще от кнопки и от фары. Они идут через общий уплотнитель, вот это колечко, поэтому надо тоже их не забыть снять. Подключаем. Коннектора нужно продеть из колечка, чтобы они нам не мешали. И туда просовываем провод. Чтобы освободить провод, откручиваем еще винты на корпусе. Теперь просто откручиваем винты стоек и и дальше можно будет просто снять мотор. Ну и теперь просто переворачиваем в другую сторону. Откручиваем винты стойки со второй стороны. Теперь можно выкатывать двигатель. Корпус, конечно, выглядит очень интересно, странно. В хвостовой части, если есть какие-то вот ребра жесткости, то непосредственно под мотор все вообще мягко огнется. Да, вот вообще просто листы. Листы железа мягкие. Да, они так еще звучат. Крышка, которая отделяет отсек двигателя от аккумулятора, держится просто на сварных швах. Это все не вызывает особо доверия. Это у нас отдельно двигатель вместе со стойками, с педалями. Не знаю, стоит ли его разбирать. Ну, еще интересно, что здесь оси стоят вертикально, как на Inmotion'ах, в 12-х. По идее, должно быть надежнее. Ну, винты в стойках откручивают подозрительно легко. И сейчас откручиваем. А вот второй откручивается уже тяжелее. Очень интересно, что вообще не нужно педали снимать. То есть, мы можем и стойки снять, и все разобрать, не снимая педалей. На педалях даже угол регулируется. То есть, это вполне взрослые педали Бегодя. Откручиваем вторую стойку. Оба винта на фиксаторе. Ослабляем нижний винт, чтобы снять стойку. Ну, ось, кстати, здесь смещена. То есть, провод проходит не посередине, а он немножко смещен в сторону. Может быть, за счет этого ось будет все-таки попрощнее, чем в МТН третьем. Винты очень тяжело срываются. Взяли статор. Он что-то весь в каких-то следах ржавчины. Как-то грустный. И бамбук, он тут между зубов неровно лежит. Где-то вниз торчит, где-то нет. А от готовы некрасиво. Двигатель весь грязный внутри, в каком-то белом налете. Но это ладно, не страшно. Смотрите, тут металлическая подложка вся ржавая. А еще здесь у нас два... Вот один ржавый магнит, и вот еще второй ржавой. Ну, сколы на них, они прям все внутри проржавели. То ли туда отстали, эта ржавчина забилась. Ну, скорее всего, отстали. Но вообще, сколы такие, очень-очень большие. Будем ругаться с заводом, зачем они нам такие двигатели поставят. Вообще, с МТН третьем было много проблем по двигателям. Здесь история, собственно, повторяется. Опять все ржавое, опять все некрасивое. Открутим фару. Что еще остается? Внутри все очень просто. Линза, кстати, плоская, ребристая. Это линза Френеля стоит. На всякий случай открутим задний стопарь. Задний фонарь не будем разбирать, там, через стекло, в принципе, все понятно. Плата с кучей, 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 кучей светодиодов. Откручиваем контроллер. Тут держится на трех винтах с каждой стороны. Плату сняли. Под платой у нас текстолит, и под текстолитом, соответственно, будет аккумулятор. Обратная сторона Луны. Черными винтиками прикручены радиатора. Вытаскиваем батарейку. Прям за провод. Вытаскиваем батарейку, и батарейка вылезла. Там у нас пустой отсек. Корыта получается. Прям идеально для того, чтобы туда налилась вода и больше никогда оттуда не вылилась. Я так понимаю, никакого дренажа там не предусмотрено. Аккумулятор мы не будем вскрывать. Название элементов здесь вот на аккумуляторе видно. Это Samsung 50E. 750 ватт-час. Гидроизоляция у коннекторов, естественно, вызывает огромные вопросы. Потому что эти кембрики из стекловолокна, они внутри никак не гидроизолированы. Поэтому по ним вода легко затечет внутрь. Да, тут все шевелится, живет своей жизнью. Герметик, конечно, классный, эластичный, мягкий. Но сомнительно, что он чего-то защищает. Скорее, так для вида. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok